1xbet. Надёжный букмекер. Делаете ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатываете больше. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. Ну что, отошёл от поражения любитель хвостиков на голове Бэйла? Отошёл, напился, поспал в Норильске без одеяла, проиграл в FIFA, купил там себе в команду Пике. Подожди, зачем тебе Пике, если есть великий Серджио Рамос? Началось. В этот раз мы сделали выпуск по самому популярному комментарию к прошлому ролику. Как всегда, оцениваем по правилам бокса. За каждый раунд победитель получает 10 очков, проигравший 9. В конце суммируем всего 15 раундов. Кто круче? Рамос против Пике. Раунд 1. Статистика. Уже готов проигрывать. У Серхио к 30 годам 677 игр и 74 гола. Самый результативный защитник в современном футболе. Ну, у Пике тоже всё нормально. 502 матча и 45 мячей. Один из самых результативных защитников мира. И, кстати, если взять статистику за последние 7 лет, с тех пор, как Пике перестал сидеть на банке в МЮ, по голам практически равенство 31 против 34. Зато по голевым передачам 18 против 5. И это при том, что Пике часто исполняет центр форварда, когда Барса сливает. В общем, говорю же, у тебя нет шанса. Проиграл ты этот раунд, понимаешь? У меня нож в руке. 10-9. Рамос. Всё, зато в Барсе есть игрок, чей рекорд результативности Рамос точно никогда не побьёт. Серьёзно? Да. Прикольно. Хавьер Мастерано. Погоди, я что-то не помню, чтобы он забивал. Забивал 6 раз и все в свои ворота. Достал ты меня, Саш. Раунд второй. Дриблинг и техника. Саш, подожди. В прошлый раз же это было два отдельных пункта. Да, но сейчас мы сравниваем центральных защитников. А для них это не определяющие параметры. Ведь можно быть нормальным защитником, при этом абсолютно не техничным. Ну, как Пике, например. Насмешил. Вообще-то Пике воспитанник Барселоны. А если ты забыл, то Барселона это команда, где даже болбой умеет обращаться с мячом. Да, Пике чуть реже Рамоса идёт в обводку, но он отлично читает игру и принимает мяч и передвигается с ним. Передвигается, да. Упирается в бустец и возвращается в твою штрафную, да? Получается, это же челночный бяк. 9-9. Ничья. Вот ты прикрываешься, что в форме Барса все технари. А сними с них форму. Кто они? Эксгибисионисты? Раунд третий. Надёжность. А вот тут-то у Серёжи серьёзные проблемы. Рамос часто идёт в обводку и ошибается. За последние 7 сезонов он потерял мяч 120 раз, а Пике всего лишь 83. Ну, потому что Рамос забивает решающие мячи, ему нужно иногда рисковать. Решающие мячи Рамос забивает головой. Причём тут риск? И чем тогда объяснить невынужденные ошибки в обороне? У Рамоса их 118. У Пике 86. Просто Серхио привозят. А потом, пытаясь исправить ошибку, ещё и фалит. Нарушения у него в 2,5 раза больше. Твой сливочный. Один из лидеров мирового футбола по жёлтым и красным карточкам. Он подставляет команду, привозит опасные штрафные, удаляется и пропускает важные матчи. Он либо пропускает важные матчи, либо забивает в них решающие мячи. А твой Пике только ищет пустеться. Вот увидишь, следующий раунд точно выиграет Рамос. Сань, если ты даже позвонишь по телефону доверия и скажешь эту фразу, то тебе там ответят, ой, да что вы заливаете, молодой человек, мы вам не верим. Раунд четвёртый. Игра головой. Тём, ты хочешь сказать, что это колонча по имени Жерар, которая на 11 сантиметров выше выигрывает в среднем полторы верховые дуэли за матч, а Рамос 2,5? Ты тебе что, вообще не умеет прыгать? Как ты нам говорил в прошлом выпуске? Камон, игра Барселоны совсем другая, здесь не нужно навешивать, матч на газоне, и всё разыграно как по нотам. Ну подожди, это тики так, а при чём здесь игра головой? По игре-то головой всё равно лучше. Рамос. А чё, так можно было в прошлом выпуске сказать? 10-9. Рамос. Раунд пятый. Удар. Тём, предлагаю перейти к следующему раунду. По-моему, мы по этому поводу уже всё решили. У Серхи удар лучше, потому что он забивает чаще, и значит он здесь в этом параметре лучше. Как же, на оборону он забивает своими обрезами. Рамос бьёт поворотом в два раза чаще пике, а забивает так же. На один гол Мадрицу нужно произвести 10 ударов поворотом. Каталонцу 6. У Жерара отличный поставленный удар. Не очень сильный, зато точный. Если ему дают пробить из предела в штрафной, всё, вынимай! Зато Рамос бьёт эффектнее. А что ты, сильнее и в никуда? 9-9. Ничья. Раунд шестой. Скорость. Уууу, кажется, чьи-то длинные ноги плохо бегают. А вот Рамос в начале карьеры был настолько быстрым, что являлся фланговым защитником. И в Севилье, и в Реале. Его скорость иногда превышала и превышает 30 км в час. А вот в Корене он вообще один из лучших в мире среди центральных. Ну да, но это просто потому, что он вообще просто не умеет выбирать позицию. Вот и носится по полю. А пике, всё чётенько, надёжненько. Ты нашёл плохое оправдание. Это другой параметр, надёжность. Мы его уже прошли. Тут ты проиграл. Подними руку. Да! 10-9. Рамос. Сань, пойми, Серхио Рамос никакой. Пите, пустышка. Серхио Рамос крутой. Давай так, просто лети в Испанию и посмотри воочию, какой Серхио Рамос пустой. А ты мне оплачиваешь билет в Испанию? Да не вопрос, у меня есть карта теньков, я там трачу бабло, у меня там мили. Я тебе по этим милям отправлю хоть на Шри-Ланку. То есть ты копишь мили бесплатно и летишь в Испанию? Понимаешь, что твой кумир никакой. А ссылка есть на эту карту где-то? Да, ссылка есть, а карта моя. В описании, да? В описании. Раунд седьмой. Пас. Ну что, готовы узнать о точностях передач? О, начинается тики-така. В пике, пусть и не на много, но выше и точность передач, и среднее их количество за матч. 62, а это важно для центрального защитника. Березуцком расскажи, 62. И все на ближнего, то есть на Бускетце, Маскерана или может Торштегина? Ты продул! 10-9. Кстати, Саша Березуцких, а может нам их сравнить? Кого? Васю с Лешей? Ну да. Да ты посмотри на них, как ты их сравнишь? Как? Очень просто. Вот Васю, он гораздо круче. Тем, это обе фотки Леши. Докажи. Раунд восьмой. Игра на команду в Атате. В общем, по длинным передачам, тем, что дальше 23 метров, у игроков равенство. В среднем по 5 успешных за матч. А это не пас на Маскерана. Это передачи, начинающие атаки. Ну, либо передачи поперек. На Альбу, например, да? Кто там далеко на Бровке? Или, как там бывает обычно, в Атакате. В общем, гораздо важнее здесь, это ключевые передачи вперед. После которых следуют удары по воротам соперника. У Серкил 148 таких пасов за 7 лет. У Пике в 3 раза меньше. По проникающим передачам вперед между чужих защитников преимущество также у Рамоса. А по навесам с Бровки я вообще молчу. 29 против 2. Ну вот нафига тебе обострять со своей половины поля, когда у тебя есть Инъеста и Месси. И вообще, что Рамос, центральный защитник, делает на Бровке, Саша? Тём, это называется универсальность. Чё-то слышал об этом? Слово такое в русском языке. Я слышал. 10-9 Рамос. 10-9 Рамос. Тём, кстати, вот в баскетболе гораздо легче определить, кто из защитников атакует. У них даже есть такое амплуа. Атакующий защитник. Вот, например, Майкл Джордан. Да, Майкл. Жалко парня, ведь ему могло исполниться сегодня 54 года. Ты о чём? С ним же всё в порядке? Конечно, в порядке. Чё-то спрашиваешь, у него брошенный день рождения 17 февраля, а так бы... Сегодня отпраздновали. Раунд девятый. Игра на команду в обороне. Тём, а супернадёжность твоего Пике заключается в полной инертности? Или в чём? Рамос чаще рискует, но и заметно чаще Пике отбирает мяч у соперников 2-3 раза за матч. И столько же делает перехватов. О, Пике, на один перехват меньше каждую игру. Он всё это время о надёжности думает, да? Слушай, ну зато Пике не хуже Рамос и делает выносы и разряжает напряжение в своей штрафной. В среднем по 4 раза за матч. Ну, а с перехватами, то с отборами что? Всё хорошо, всё на уровне. На уровне Березуцких? На уровне моря. Ноль, да? Да! 10-9. Рамос. Саш, ты за этот выпуск 2 раза вспомнил Березуцких. Ты вообще в порядке? Что за лай Газаева у тебя в голове? Да нет у меня никакого лая Газаева в голове. Голосов вообще у меня нет ни в голове, ни в ушах. А вдруг они глухонемые? Голоса? Конечно. И это я ещё ненормальный, да? Да, мне подсказывают, что ты. Раунд десятый. Физика. А Пике выше и мощнее. Только не бегает и не прыгает. А так всё нормально. Рамос же заметно более выносливый. Даже на 93-й минуте ему хватает сил убежать вперёд и забить. А если что, успеть вернуться? Когда он играл на фланге, пробегал по 12-13 километров за матч. У Пике же 9-9,5 километров в среднем за матч. Потому что этот лишний километр Жерар нагоняет точными передачами. Мяч летит всё равно быстрее. Слышал о таком? Тебе Васюхин, что ли, научил в футболе разбираться? Да нет, я только Гариванова смотрю. Глэй. 10-9. Рамос. Погодите, в прошлый раз я защищал слабое качество Наймара, спихиваю всё на тики-таку. Теперь это делаешь ты? Ну да, но просто я немножко поменял жизненные ценности. Почему? Ну потому что я в снэпчате сфоткался с собачьими ушками и носом. Ииии? И мне позвонил Алексей Панин и спросил, что я делаю вечером. Раунд 11. Трофеи. Классный параметр, да, Саш? Ну, чём, чё-то плохо видно. Чё там написано? Там написано, что ты просрал. 10-9. Пике. Раунд 12. Личные награды. О, ну вот тут всё гораздо интереснее, потому что нет Месси, который в одиночку завоёвывает трофеи для Барси. И тем не менее, Пике один раз был признан лучшим защитником премьеры, трижды входил в символическую сборную сезона в мире и четырежды в Европе. А Рамос четырежды признавался лучшим защитником премьеры, как мои 4 пальца. Пять раз входил в символическую сборную Европы, как мои 5 пальцев. И шесть раз входил в символическую сборную мира, у меня вот даже пальцев не хватает. Я добавлю. А ещё в 2014 и в 2016 он вошёл в число претендентов на золотой мяч, где Пике ни разу не был и не будет. Ой, ну хватит, ну забил он в финале Лиги Чемпионов и вошёл. Вот единственная причина. 10-9. Рамос. Кстати, гол Атлетика. Ещё лучший игрок финала Лиги Чемпионов 2016. Суперкубка 2016. Смотри, Каня, ты уже замолчишь? Нет. Ещё лучший игрок по оценкам UEFA. Раунд 13. Цена. Короче, мой друг, у которого не хватает пальцев. По оценке Трансфер Марк, оба игрока сейчас стоят 40 миллионов евро и являются почти самыми дорогими центрбэками в мире. И это при том, что Рамос постарше. Насколько? На 11 месяцев? Ну старше же. 9-9. Ничья. Тём, ты всё-таки такой дотошный. 11 месяцев, не 11. Какая разница? Старше же. Ты со своей дотошностью как толстая стриптизёрша. Чего? Перегибаешь палку. Раунд 14. Доходы и популярность. Зарплата Рамоса в реале 10 миллионов евро в год. И он сейчас самый высокооплачиваемый. Защитник Испании. Ну зарплата Пике около 6 миллионов. Но это ничего не значит. У него вообще родственник в совете директоров. Короче, у них просто семейный бизнес. А зарплата у Рамоса была точно такая же, пока он не забил тот самый мяч в финале. Три важнейших мяча в трёх важнейших финалах. Зато по опросу компании Репуком, мирового лидера спортивных исследований, Пике является третьим футболистом мира по узнаваемости после Месси и Криштиану. А Рамос не входит даже в десятку. Ну просто у Пике жена Шакира. И благодаря ей футболисту знают все девушки мира. Ну это как пиратская копия Дэвида и Виктории Бэк. А ещё твиттер Пике один из самых популярных среди футболистов. 13 с половиной миллионов подписчиков. О, учитывая какую ересь он там пишет, неудивительно. Клоуны всегда были востребованы. Зато Рамос обгоняет Пике в Инстаграм и не постит там глупые шуточки. Ну как у тебя, Аптек Юнайтед? 9-9. Ничья. А топы тоже популярны, потому что ты клоун? Нет, потому что топы крутые. А, я так и думал. А теперь бонус. Дополнительный раунд, который меняется в каждом выпуске и может всё серьёзно изменить. И на этот раз выпадает параметр личная жизнь. Погоди, тёлочки? Мы что, будем сравнивать тёлочек? Тёлочек? Да, и не просто тёлочек. Жена Пике одна из лучших певиц последних 20 лет. И одна из самых красивых девушек в мире. Шакира! Да ты сам, когда был в 9 классе, её фотки просматривал на ночь, негодник, а? Пике и Шакира – самая известная пара действующего футболиста и суперзвезды шоу-бизнеса. Они их знают все. Угу. Ну ты ведь понимаешь, что шансов-то нет у тебя. Тём, откуда ты знаешь про мои фантазии в 9 классе? 10-9. Пике. Саш, я нашёл одну общую деталь между Рамосом и Пике. Да? Какую? Парни любят опытных. Шакира старше Пике на 10 лет, а Пила Рубио – Рамоса на 8. То есть, чтобы нам стать крутыми, ну, не футболистами, понятно, а блогерами, нам тоже нужно завести отношения с девушками на 10 лет старше. Саш, я боюсь, что нам уже ничего не поможет. Блин. Итак, общий счёт. 142-139. Победил Рамос. Ну, конечно. Но это всё благодаря нескольким голам в финале и тому, что в детстве он был фланговым. Но центральный защитник прежде всего должен быть надёжным. Естественно, победил Серёжа, самый крутой защитник современности. Он, как Нойер, меняет представление о возможностях центробэков. Это могут быть не только высокие стоячие столбы, пасущие на 5 метров, но и супер-универсальные футболисты, решающие исход матчей. Ой, Саш, ну хватит уже, ну ты должен понять, что когда-нибудь я тебя взгрею. Просто мои победы, это как рабочий график Деда Мороза. Ну, в смысле, сутки через 364. Пишите, кто из игроков круче по вашему мнению и почему, а заодно голосуйте в нашем обросе. Вот тут сбоку, прямо в плеере, находится клавиша. Напоминаю, этот выпуск мы сняли по вашим комментариям, по самому популярному из них. Так что в этот раз также пишите, только давайте в этот раз без игроков Реала и Барса, да? Потому что, ну, достали. Ну, очень надоело, очень. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Фейсбуке, а заодно на наши Инстаграмы. Ссылка внизу. Ну и, естественно, есть еще Инстаграм Аспорте ТВ. Да, только недавно появился, так что обязательно подпишитесь. Мой последний Кек Юнайтед вы можете увидеть здесь. А мой последний выпуск ТОП-10 вот тут про крутых-крутых футболистов. Артем Нечаев. Александр Журавлев. Аспорте ТВ. Любите футбол. Смотрите футбол. Аспорте ТВ. Любите футбол. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok